С сегодняшнего дня в Северодвинске закрыт для движения один из самых оживлённых перекрёстков улиц Портовая и Первомайская. Из-за быстрого таяния снега здесь просел грунт и асфальт автодороги. Как долго продлится ремонт, не сообщается. Сегодня в России отмечается День работников гидрометеорологической службы. Профессия синоптик существует с 1834 года. Именно тогда император Николай I подписал указ о создании нормативной магнитно-метеорологической обсерватории. И начались исследования погодных условий. В этом году метеорологической службе в России исполнилось 183 года. В свет вышла книга «Правда Севера. Портрет времени». Это подарок Архангельской телевизионной компании к вековому юбилею главного печатного издания региона. В основу издания легли 100 статей про наших мастеров и 100 имён художников, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства. Работа над изданием шла полтора года. О художниках некоторых ничего не было известно. Некоторые живут в Северодвижске или, допустим, в области. А что с ними, как они работают, над чем работают, это надо было узнавать непосредственно у них. Наши местные архангельские художники с этим было проще. Всегда отвлекались очень хорошо. И с удовольствием отвечали на вопросы. Сегодня в Архангельском музыкальном колледже стартует 15-й областной открытый конкурс исполнителей на народных инструментах. Участие в нём примут более 150 начинающих исполнителей из детских школ искусств Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Главный приз – сертификат, дающий возможность поступить в Архангельский музыкальный колледж без экзаменов. Я решила попробовать свои возможности. Смогу ли я получить какое-нибудь место и справиться с волнением и посмотреть на результат. В колонии для несовершеннолетних прошел международный шахматный турнир. Шах и мат в партиях ставили осуждённые Архангельских колоний и колонии Швейцарской конфедерации. Интересно то, что турнир проводится с помощью интернет-технологии. Перед воспитанниками не шахматные доски, а компьютеры. С первых же минут наши игроки начали набирать победные очки. Итоговый счёт 11-1 в пользу России. Сегодня в областном драматическом премьера на сцене комедии Александра Капкова «Слон». Над спектаклем трудилась опытная группа из Москвы, а в постановке задействованы все ведущие актёры театра. Это будет простая история. В начале 30-х годов прошлого века крестьянин Гурьян Мочалкин находит клад «Золотого слона». Это событие кардинально меняет его жизнь. Вместо простых желаний обычного труженика – мечты о беззаботной жизни богатого лентяя. Несмотря на то, что комедия была написана в 1932 году, её сюжет также актуален и в наши дни. Начало спектакля в 18 часов 30 минут. Сегодня в Архангельске и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой мокрый снег. Ветер южный и юго-западный умеренный. Температура до 4 градусов тепла. Тип погоды второй – благоприятный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова